Поздравление Давуду, ну и, конечно, Залимхану тоже. Хороший бой провел. Эй, за языком слили, что ты кричишь? Где на улице? Что ты хочешь? Что ты сказал? Ты гонишь, что ли? Ты что сказал? Ты что, ты узатель легковес, что ли? У меня реально, я не знаю, как, что у человека в голове, да что не так. Это неправильно, некрасиво же, с его стороны. Крайний турнир хардкора ММА заглавил бой за титул в полусреднем весе между мастерами сабмишина Залимханом Юсуповым и Давудом Магомедовым. И как того стоило ожидать, было много партера. Бойцы отдали кучу сил в этом противостоянии. Все же на третьей минуте третьего раунда Лэглокер доказал, что по праву является двукратным чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу, задушив соперника со спины. И это стало первым поражением Юсупова в рамках лиги. Но и не обошлось без перформансов, особенно если в выпуске присутствует эпатажный Залимхан. В клетку, чтобы поддержать своего товарища Давуда, вышел действующий обладатель титула в тяжелом весе Хадис Ибрагимов. В этот момент раздосадованный король сабмишинов не сообладал с эмоциями и наговорил лишнего, что, соответственно, не понравилось тяжеловесу. Их конфликт продолжился после выпуска, который едва не закончился реальной дракой на улице. Об этом рассказал Хадис в интервью на канале «Раз на раз». Если вкратце, Залимхан после инцидента извинился, но этот момент не попал в эфир. После стал утверждать, что тех слов он не говорил, и стал названивать и написывать Ибрагимову для того, чтобы выяснить отношения на камеру. Получив отказ, Юсупов продолжал напирать, сказав, что пока не подерется с Хадисом, его душа не успокоится. По итогу, Ибрагимов, разозлившись, попросил того скинуть его локацию и в компании с гаджи-автоматом направился к нему на другой конец города. Полное видео вы можете посмотреть по ссылке в описании. Я сам приеду, гаджи-автомат, мы с ним вместе тогда поехали, еще и менеджер был. И настолько было, что я к нему в другой конец города приехал, что-то. Там встретил меня моего близкого друга брат, и он начал просить меня, чтобы я его не трогал, говорил, типа оставил у него там что-то как-то. Он сам там извинялся после этого. Реально был настроен подраться с ним там. Я ему так и написал, я говорю, смотри, я приеду, и сразу я начну с тобой драться. Я не знаю, я с тобой разговаривал, не эту, говорю, что потом не было, что я тебя так первую ударил или из потешка что-то. Будь готов. Естественно, меня вот попросили, ничего, все, давай по рукам. Я по рукам тоже не дал, я им сказал, что как был он для меня неприятный человек, так остается. Я говорю, с ним больше дело иметь тоже не хочу, и все, ушел. И сказал этому человеку, который там был, что только из-за тебя я его тут оставляю, типа, и так далее. Он просит Анатолия Сульянова нам бой сделать. Я что-то вообще не понимаю, опять, что он хочет. Если он реально хочет со мной там решить вопрос, у него есть мои цифры, почему мне не позвонил. Позже Юсупов выложил обращение к Анатолию Сульянову со странной просьбой организовать ему бой против Ибрагимова. Друзья, приветствую всех, всем ассалам алейкум. В связи с последней ситуацией с моим боем хочу обратиться к Анатолию Сульянову, к организации Hardcore, с просьбой дать мне бой с хадисом. Не хочу делать каких-то громких заявлений, просто хочу, чтобы клетка закрыла, и мы все там порешали. Я жду с нетерпением вашего ответа. Но это чистый абсурд. Азалик в очередной раз закрепил за собой статус любимчика публики. Достаточно почитать комментарии под видео, где довольный зритель благодарит Магомедова и высмеивает барабанщика. Тем временем новоявленный чемпион закусился с Умаром Тесиевым. В прошлом боец нашего дела, а ныне участник хайп реалити, а также единственный в лиге, нанесший поражение Давуду. Назир, кулачка, Тесиев, мой малыш, жду тебя здесь, хватит там драться с кулачниками, будь мужчиной, приходи здесь. Пояс у меня, я бросаю тебе вызов. Только ты, только здесь, больше ничего не надо. Давуд, я уже в бою показал, кто из нас является малышом. А так поздравляю тебя с завоеванием чемпионского пояса, который я скоро у тебя заберу. А так все знают, пока ты не выиграешь меня, ты просто бумажный чемпион. Умар, в бою ты показал, как ты можешь бегать и все максимум, драться ты и так никогда не умел. Кто из нас бумажный чемпион, я тебе покажу в бою. Ты сначала следи, потом уже увидим, кто из нас бумажный чемпион, пока я тебе на усы не побрел. Да и вообще сейчас куда ни глянь, у анимешника сплошные кипиши. Параллельно с хардкором он выясняет отношения на хайпе с неоспоримым чемпионом панч-клаба Афигом Якубовым. Причем бойцы успели подраться прямо в доме. На какой стадии у меня конфликт с Кучерявым Ролтоном? Вообще, я жажду сломать его. Я жажду отправить его в барбершоп, чтобы он чуть-чуть себя пришел. Думаю, у меня это получится. Афиг, я что-то смотрю, пока у меня рядом нет, и что-то слишком сильно разговорился опять. Но ничего, когда клетка закроется, ты каждое свое слово проглотишь. Я тебе не в барбершоп, я тебе в больницу служил после боя. Не переживай. Ждем возвращения Умара в хардкор и наблюдаем за Юсуповым. Полагая, после инцидента с земляком в купе с досрочным поражением, он пересмотрит свое поведение и хоть немного сбавит обороты. Пишите ваше мнение в комментариях. Не скупитесь на лайки и обязательно подпишитесь на канал, чтобы всегда держать руку на польсе самых горячих событий в низшей ММА.